Очень обидно за наших ветеранов. Я тут с отцом сходил в магазин за заказом, посмотрел на эти пайки, которые так хочется назвать не пайками, а пайками. И просто, ну, стыдно за ту участь, на которую мы обрекли тех, кто когда-то спас наши жизни. Ну, в общем, на такую вот невеселую тему появился, как мне кажется, веселый монолог. Ну, товарищи ветераны, пенсионеры и инвалиды войны, труда и перестройки. Талоны на сахар все получили? Да! В этом месяце по ним будут выдавать вазелин. Зато мы организовали праздничные заказы. В честь очередной годовщины каждый из вас получит по набору, в который входит коробка спичек, катушка ниток, буханка хлеба и банка консервов в тефтели рыбные протертые салмонеллы с нитратами под хреновым соусом. Чтобы купить водку, надо принести на обмен две пустые бутылки. Чтобы купить капусту, две кочерыжки. Ну, где я вам возьму стиральный порошок? Я сам, между прочим, носки ластиком стираю. Как-как, напишу на бумажке носки и стираю. Нет, видеомагнитофоны распределять не будем. А то один пенсионер кнопки перепутал, в результате изображений у него пошло с телевизора, где заседание парламента транслировали, а звук с кассеты, на которой записан порнографический фильм. Так он чуть был с ума не сошел, когда услышал, какие звуки депутаты во время дискуссии сдают. Тогда он понял, почему комментатор объявил по радио, как только ткачиха сошла с трибуны, на нее тут же залез председатель. Наконец-то нам выделили мясорубку, одну на район. Поставим ее в дом управления, приходи со своим мясом и крути. Кто принесет мясо больше 50 граммов, должен предъявить справку о доходах. Кто записался на стройматериалы, предупреждаем, они теперь по конверсии выпускаются военными заводами. Один пенсионер купил краски, крышу на даче выкрасить, а она предназначалась для аэродромов. По ночам светится. Так ему в первую же ночь на крышу бомбардировщик сел. С полным боезапасом. Теперь о холодильниках. Мы их распределяем строго по записи. Сейчас как раз подошла очередь тех, кто записался лично у Михаила Ивановича Калинина. Мы понимаем, все вы хотите иметь дефицитные товары, но с тех пор, как ввели льготы для ветеранов, у нас в районе обнаружилось 7 участников Куликовской битвы, личный парикмахер Котовского, 12 сыновей полка и одна дочь эскадрона, которая родилась во время боев с батькой Махно на Малой земле под Ватерлоу. Не говоря уже про 700 старых большевиков, которые в 18-м году на воскреснике несли одно бревно с Владимиром Лениным, а один из которых, выполняя спецзадания ВЧК, сам был этим бревном. Нет, в нервной санатории путевок нет. Сейчас и так каждый пенсионер жалуется на перестроечный склероз. Это когда стоишь в прихожей в пальто и шапке, держишь в руках пустую сумку и никак не можешь понять, собрался-то идти в магазин или уже из него вернулся. Ну вот на сегодня и все. Можете поаплодировать благодарность тем мерам, которые принимаются, чтобы обеспечить вашу счастливую старость, какой бы короткой она после них не оказалась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!